Часто, в большинстве случаев, я говорю вам как профессионал, люди не реализуют себя. Почему? Да потому что они скованы цепью заблуждений. У меня нет стартового капитала денег, я больной, я не образованный, я старый, я старый и так далее. У меня нет связи и бла-бла, нет идей. 76% населения богатых людей, миллиардеров, начали с нуля или с минуса, как я. Что можно во взрослом возрасте делать со своим телом? Я не могу быть для вас примером, как тело, потому что не в лучшей своей форме, и поэтому я сейчас включаю для разминки интеллектуальный ролик интервью горячего китайского дедушки. Меня зовут Дешун Ванг. Я родился и вырос в Китае, в городе Шиньян. Люди стали узнавать меня после моего выхода на подиум. Кто-то даже назвал меня «горячая дедуля». Еще говорят, что я сенсация в интернете. Но знаете что? Чтобы подготовиться к этому дню, я тренировался 60 лет. В свои 24 года я был актером в театре. В 44 я начал учить английский язык. В 49 лет я создал свою труппу Пантомимы. И отправился в Пекин, чтобы стать пекинским бродягой. Мое имя ничего не значило. Я все начал с нуля. В 50 лет я впервые вошел в гимнастический зал. Начал работать над собой. В 57 лет я вернулся на сцену. И создал уникальный вид искусства. Названный «Живая скульптура». В 70 лет я по-настоящему погрузился в работу над своим телом. В 79 лет я впервые совершил выход на подиум. Сейчас мне 80 лет. И у меня еще есть порох в пороховницах. У меня еще есть мечты, к которым я стремлюсь. Поверьте мне, ваш потенциал достойный реализации. И когда вы думаете, что уже слишком поздно, будьте осторожны. Возможно, именно так вы выбираете оправдание для того, чтобы сдаться. Никто не способен удержать вас от успеха, кроме вас самих. Когда пришло время сиять, будьте самым ярким. Я Дешун Ванг. Я Неистовый. Ну а те из вас, наши дорогие девчата, кому за 40? И кто еще мечтает о карьере топ-модели? Я хочу рассказать короткую историю удивительной женщины-красавицы Ясмину Росси. 41 год. Бабушка двух внуков решила начать создавать, делать свою модельную карьеру. И вот ей сегодня 56. Смотрите, какая красавица, какая умница, какие глаза. И она подписывает уже контракты с топ-какими-то крупными компаниями. Я хочу рассказать вам о, ну, так скажем, императрице шоу модельного бизнеса. Это, конечно же, Кармен Дель Орефичия. Посмотрите, какая красавица. 85 лет. И на нее хочется смотреть. Но что-то удивительное самое, друзья, знаете? А удивительно то, что наш разум, наш дух, наша гениальность, наша воля, они бесконечны. Тело-то все равно же оно конечное, правда же? Тело стареет, постепенно все равно из него сыпется песок какой-то и так далее. Просто взрослые люди на земле не знают правду о самих себе. Они не знают, что каждый человек в интеллектуальном, креативном плане, в плане мудрости, в плане гениальности, дивергентности мышления обладает таким потенциалом, который невозможно измерить разумом. Стартуйте прямо сейчас. Никогда не поздно стартовать. А знаете почему? Потому что ученые доказали, оказывается, мозг это единственный орган, который развивается всю жизнь. Оказывается, взрослые люди, вот такие, как мы с вами, обучаемся намного быстрее, чем дети. И это научный факт. Выбор за вами. Каждый день просыпаясь, вы делаете выбор. Быть богатым, счастливым, успешным. Прожить жизнь уважаемого человека и оставить после себя наследие. Или прожить просто так. Таким, знаете, мелкотравчатым существом, существованием. В этом болотце серым, безликом. В чем страшен отказ от развития интеллекта, души своей, воли, тела, страсти своей? Забвением. Забвением. Бедностью. Скучностью жизни. Друзья, сегодня каждый взрослый человек. А про молодежь-то я просто молчу. Узнав эти великие истории побед взрослых людей, вы обязаны прямо сейчас бросать всю шушуру, мелочь, все бессмысленное существование, все дела, которые не приводят к успеху и богатству. И начинать новую богатую жизнь. Так было, когда Гарвард Шурт создавал свой знаменитый Старбакс. Над ним смеялись. Ему никто не верил. А сегодня Старбакс стоит 8-6 миллиардов долларов. Везде. Да, нужно побеждать. Везде вселенная. Судьба ждет от вас победы. А в чем причина? Ну, конечно, иммунная система. Конечно, сбой в метаболической памяти организма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok